Доброе утро, мои дорогие, доброе утро. Время почти 8 часов. 7.55. Я ещё даже не вставала. Я вставала, сходила в туалет. Я даже не умылась. Ну так вот. Как это. Как просто водичкой. Я не могу встать. Я хочу спать. Я хочу спать. Блядь, 7.56. Я не могу. Я не могу никуда идти. Понедельник день тяжёлый. А-а-а. Вообще. Я хочу спать. Я, наверное, никому... Полный рот своих волос. Я, наверное, никому ничего нового не сказала. Все хотят спать, да ведь? Ну вот выходные, вот в это же время я встаю. Кстати, по мне можно часы сверять. Я открываю глаза. Время 6. Открываю глаза. Время 7. Открываю глаза. Время почти 8. Я просто в шоке. Я отключила будильник. У меня будильник на 7. Отключила будильник и такая... Открываю глаза. Время 7.40. А если бы я их не открыла? Если бы я их не открыла? Минтруд. В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста. Сегодня именины у Самуила, Александра, Льва, Владимира и Николая. С чем вас и поздравляю. Все вышеперечисленные. День российской гвардии. В России родился Евгений Леонов. Сегодня в 26-м году. Народный артист СССР. Все сюжеты утром сегодня. В добром утре. Про эти, как сказать, про... Ну, про 1 сентября. В Санкт-Петербурге плюс 24. А у нас сколько? Я же планировала пойти гулять в лес. О, а, ну, Киану Ривз сегодня родился. Я не могу встать. Я вчера до полночи перебирала ягоды мыло. Маме, конечно, проще всего эти ягоды на меня спихнуть. Конечно. Там каждая ягодка в паутинке, каждая ягодка в этом... Каждой ягодке прикреплена черная ягодка. Это же нужно перебрать. Я же не могу их... Не нужно вот, чтобы у меня еда была в холодильнике. Знаете, в каком состоянии? Чтобы так вот просто закладывать в рот можно было. Вот ночью подойти к холодильнику и взять все, что хочешь. Чтобы это было все чистое, чтобы это было все это. А так я ягодой не могу вот это вот. И я их чистила по каждой ягодке. Мамочки, как я устала. Светочка от проблем избавилась, на меня их перекинула. Только что звонила матушке. Я говорю, пойдешь на линейку к Арсению, на эту, на торжественную, зайдешь ко мне, возьми ключи. Возьми ключи, я для тебя кое-что оставила. Чтобы забрала это все у меня из дома. Че, хоть болт был? Тула ЦСКА. Кемерово плюс 17. У меня телефон вот там. Я хочу посмотреть, сколько градусов. Блядь, время 7.59. Инна, пожалуйста, встань. Инна. У меня сегодня посылочка приедет Василька. Да, 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 да. Смотрите, время у вас есть часов. Все же выходные нужно отдыхать, и не так, как я их провела. Хотя, это были лучшие выходные. Что я нажала? Какой ждущий режим? Пульт в руках. А, вот. А, у нас плюс 6. Плюс 6. Это вообще жесть просто. Так, я скучу на Россию 24. В добром утре одно и то же повторяют каждые полчаса. Ну, прям вот как в моих видео. Каждые полчаса один и тот же сюжет, видимо, для той категории людей, которые собираются на работу и выходят. Потом новые просыпаются. Как горячие пирожки. Потом новые просыпаются. Да, и у меня тоже каждое утро одно и то же. Да. Да, уже в море Лаптевых. Уровень воды в реке Амур и в Комсомольск на Амуре поднялся на 13 сантиметров. Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае возросло до 69. Мамочки, и что там с людьми? Вообще новости хорошие бывают. Президент России сегодня прибудет на Дальний Восток. Поездку в регион Владимир Путин начнет с Тулуна, который сильнее всего пострадал от паводков. Продолжение следует. У меня в глазах даже мутно, вы понимаете? Просто, просто мутно. Все, Инна, вставай. В Северной Каролине вслед за тремя штатами вели режим ЧС из-за урагана. Сколько времени? 8.02. Это переходит все границы. Доброе утро. Я встаю. Я прям не могу проснуться. Вообще не могу. Не могу, не могу, не могу. Это я еще комбинезон не надела. Не могу, блин. Я вообще, мне не открываются глаза. Да как так-то? Как так? Время 13 минут. Да что такое? Почистила зубы. Кровать заправила. Все. Заправила кровать, представляете? Села на нее и такая думала про себя. Господи, если я сейчас не встану, я засну. Что сделать? Что сделать, чтобы проснуться? Блядь, Инна! Открой ты уже глаза. Я опять насыпала кофе на плиту. Инна, Инна. Если что, переоденусь на работе. У меня есть, это, как сказать, платье есть, пиджак есть на работе. Пару летних платьев я унесла в сыр году. Я не могу. А, кстати, я вчера еще, видите, что варила? Из ягодок, из бруснички. Вот такой вот компот. Ой, с какой бруснички? Вот я чумилю, а? Как она? Так, оздоровительный этот напиток. Из красной смородины. Вообще без сахара. Мне потом уже, мне уже затрясло потом от этой ягоды. Ее перебирать просто затрясло. Подумала, а зелень? Видите, я зелень перебирала? Я думала, меня порвет, блядь. Потом я пошла, естественно, купаться. Я перебирала вот эту петрушку, чтобы потом брать сразу же и в салат ее крошить. Ну как, вот эти вот все палки отбирала. Палок, палок мусора больше, чем зелени. Вот я там наготовила пакет перед выходом. Больше, чем зелень. Ну ты сейчас берешь сразу же. Лучок весь перебрала. Ну ты сейчас берешь сразу же. Так, раз, раз, раз. Так, мне надо салат на работу достать. Давай. Добейся, чтобы кофе убежало. Потом я давай тут все мыть, потому что все запачкалось. Смотрите, затона какая красивая. Ну я реально, берешь так вот ее и ешь сразу же. Можно и заморозить. А вообще, это красная смородина, это источник витамина С. Он лучший. О, Инна, стоишь тут, не прошляпила. И еще в одном контейнере. Вот в этом вот. Блядь, ну это невероятно просто. Я мыло-домыло, мыло-домыло. Я думала, я думала, я с ума зайду. Нет, смотрите, зачем нужен такой урожай, который, потом из-за которого сходишь с ума. Во-первых, сначала его нужно посадить, потом его нужно, так, время 20 минут. О, я еще успеваю. Боже мой. Я в этом мире, в этом мире заслужила кружку кофе, думаю. Зачем нужен вот такой вот, зачем нужна эта головомойка? Так мама, конечно. Она еще меня будет спрашивать. Семена? Ты сделала, обобрала ягоду. А сегодня зайдет, допустим, там я ей... Хотела вчера ей ведра отдать. Но так как я поехала не из дома, я что-то по центру города буду относиться с ведрами, с кулетами, с мамиными. Я говорю, зайдешь сегодня, заберешь. Она говорит, хорошо. А сейчас придет и по-любому проверит, на какой стадии тут у меня это... На какой стадии все сделано. А придет и все сделано. И зелень перебранная, и все-все-все сделанное. Сейчас я... Мамочки, 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 как тяжело на свете жить. Остатки майонеза. Остатки майонеза. Сейчас выложу в салат, я отнесу на работу. И пойду пить кофе. Кстати, майонез надо купить. В каких штатах объявлена эвакуация? Не у нас хоть? Не в России? И все, и майонез под этими, под пальцами. Очень хорошо. Замечательно. Так, все. У меня есть. Смело. Семь минут. Так, и хлебушек нужно взять на работу. Такой хлебушек там, сухарень. Посмотрю там, как дела. Вы думаете... Вы думаете, высохло? Вот это вот. Нет, не высохло. Нет, не высохло. Так. Надо не надеть сережки какие-то. Сейчас, я не наделаю. А конечка где? Конечка где? А, вот эти вот с афазиками. Мне кажется, у меня даже в камере как-то мутно. У меня мутно даже в камере, потому что у меня мутно в глазах. Позитивчик, блядь, с утра проснуться не может. Окна открыла, как будто бы... Дверь открыла балкон, но как будто бы вон там... Как будто бы там теплее. Там тоже холодно. Вчера вот я пока мыла, воды, видать, много было. Все окна были запотевшие дома. Да, конечно, белье не высохнет. Надо, чтобы воздух дома сухой был. Кто-то мне мама кольцо подарила на 24 года. Красивенькое, да? Угу. Ну, я бы... Сережек не было, я пыталась повторить. Цвет камня подобрали, а все остальное нет. Я пошла помадывать ему. Я хорошо говорю. Я не могу. Я не могу. Я не могу проснуться. Я просто не могу проснуться. Я не могу и не хочу просыпаться. Я даже губы не намазала этим бальзамом. Просто не намазала. Я не хочу проснуться. Я не могу проснуться. Пойдем. Я уже говорила, да, что помада холодит. Она прям холодит. Такое ощущение, что она с ментолом. И да, мне девочки там правильно писали. Это мне, ну, и львинка подарила. Купила себе бронз тресур. Больше. Есть оттенок желтый на зубы? Всегда говорят, когда цвет помады коричневый такой, оттенок на зубы. Что желтеет зубы? Эмаль. А еще говорят, когда помада красная, холодный оттенок красного, то зубы становятся белее. Я подумаю, какая я молодец, сколько я вчера всего сделала. Я прям себя хвалю. Вы думаете, мамочка мне что-то склала путно. Она говорит мне, на следующие выходные придешь ко мне на два дня. У меня там еще много дел. А на следующие выходные я, вроде бы, как приглашена на день рождения. К нашей девочке с работы. Из филиала, который... Ну, седьмое как раз, сегодня второе. Так, второе понедельник. Второе, 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 четвертое, пятое, шестое, седьмое. Как раз в субботу у Анжела день рождения. И мы, вроде бы, как идем в ровесник. Вроде бы, как праздновать. Ну, если, не знаю, я не думаю, что что-то отменится, но я уже приглашена. Пойду веселиться. А маме, получается, все. Ну, я вчера старалась по максимуму сделать, чтобы облегчить ее жизнь. Инна, крой глаза. Вот я почему пришла без телефона? Почему? Мне нужен телефон. А, я еще в пиджаке пойду. Ну и что, что тут полуспортивный стиль, ну и что? Самое то. Свои-то возьму телефон. Мамочки, время восемь двадцать девять. Восемь двадцать девять. В церковь сегодня пойду. В церковь пойду. Поблагодарю Боженьку. В обед пойду в церковь. Надо крестик надеть. Как-то так перекручено это. Так нормально ли аж? Ну, богатырскую грудь. Блин, эти застежки, вот эти вот карабинчики. Вставить, да потом еще закрепить. Восемь двадцать девять. Какое восемь двадцать девять? Восемь тридцать. Восемь тридцать. Хм. Зинат Борисовна прислала сообщение. Доброе утро. Хе-хе-хе-хе. Доброе утро. Смешно напишу сообщение. Легкого понедельника напишу. Сейчас под сылочек пошлем. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Кстати, нельзя себя прогнозировать. Вот так вот. Нельзя говорить, что понедельник день тяжелый. Он такими будет. Посмотрите. Вот серьезно говорю. У меня даже в глазах, мне не только в глазах мутно. Тут даже по периметру везде мутно. Просто по периметру. Чтобы человек высыпался, нужно, чтобы он ложился в прошлый день, когда он это... Ну, например, смотрите, если вам нужно вставать... До двенадцати нужно ложиться. Вот как. В предыдущем дне нужно ложиться. Было бы не так... Было бы не так обидно, если бы я кутила всю ночь. Если бы я плясала, пела, веселилась. А тут нет. Я вот так вот, прям на ощупь. Мне кажется, я сейчас до остановки. И если я куда-нибудь сяду, мне кажется, я засну. Я вообще не могу спать. Я вообще не могу проснуться. Я хочу спать, вернее. Именно надо не то, чтобы идти. Дети идут. Именно надо не то, чтобы идти. Надо бежать уже. Чтобы не опоздать. А, мамочки. Кружку дернула рукой. Когда ты досохнешь. Как мне бесит эта погода. Такое освещение дома. Я вообще балдею просто. Так. У нас 33 минуты. Надо взять салат. Выключить телек. Слушайте, какое-то освещение, на самом деле, подозрительное дома. Куда я пошла, господи? Я вот хожу, я не могу собрать мысли в кучу. Я уже 25 раз прошла по одному и тому же месту и ничего не сделала. Ну-ка. Так, салфетки. 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 Господи, Именно, ты что творишь, а? Именно, ты что творишь? Я сама над собой все ты что делала. Ну вот. Выключу свет. Ляг спать. Прям в кольборе. Это я даже носочки не взяла. Я даже не взяла носочки. Вы понимаете? С балкона. Пошла за носками. Зато я все уже закрыла, запечатала. Вот эти салфетки возьму. Серьезно, да? Мутно так? Я даже на камере вижу, что мутно. Боже, 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 мне же еще нужно зайти на мусорку, потому что у меня целый пакет, когда я зелень перебирала. Домашние носочки, они частенькие, пускай там лежат где-то духи. Как я не люблю носки с рисунком. Это мамочка она покупала. Ну, естественно, я же такого не купила. То есть, я люблю однотонные носки. Вот эти вот все надписи я вот это вот просто ненавижу. Вот это вот. 6 градусов на улице, жесть, блядь. О! В этих подыхкетах. Ложечка. Надо проверить, есть ли у меня деньги. Или еще мне, не дай бог, прийти и идти в банкомат. Не дай бог. Боже, много. Боже, спасибо. Спасибо за такую мелочь. Ну, потому что с пятитысячной он мне с утра не сдаст. Или сдаст такими деньгами, которые мне не нужны. Сто рублей-то подашь в маршрутке, они там, блядь, нас дают. Так скучно, не интересно жить. Уже который день выношу мусор. А там не единой бутылки. Ну, вот один раз была до этого бутылка. Бутылка обыкновенная. От масла. От оливкового. Как мне интересно жить. Вообще закодировалась. Не бьется, не естся, ничего не хотела. Поеду на следующей маршрутке. Я не опоздаю, я на ней тоже усыпиваю. Могу открыть глаза. Не могу и не хочу, понимаете? Я хочу спать. Вот видите, у нас тоже такие груши есть. Растут. Но тут у нас сорт другой. Они не такие сладкие. Вот у меня, которые уж больно хороши. Я же вчера кинулась. Эти груши есть. Все, вот уже осень, осень, осень. Прям вот вообще осень. Ребенок, блин, как некрасиво делают букеты вообще. Как девочки, которые работают на цветах, некрасиво оформляют букеты. Только что мальчик вышел из подъезда с букетом цветов. Розы. Как можно розы вот так вот по-уебански оформить? Как? Как можно испортить то, что изначально красиво? Как? Что, машину на прогрев поставил? Или они на заднем сидении? Мы в машине у тебя целуемся. Вообще-то, в принципе, не холодно. Ну так. Я сама по себе не мерзлячая, поэтому для меня вроде бы в норме. Но, как венец, голуби, грязь. Вы встаете легко в понедельник. Вот. Вообще, вы просыпаетесь легко по утрам. Вот. Проехала моя маршрутка зеленая. Вон там идет. На которой я приезжаю в 3 минуты. Ну, я поеду на следующий, на который я приеду в 6 минут. Как раз дойду до остановки и поеду. Жопу пиджак закрывает, кстати. Видно, нет? Ну, откуда у вас столько воронья? Прям как у меня на канале. Людишки плохие есть всюду. Их, конечно, меньше, чем хороших. Гораздо меньше. Но они так грамотно расставлены, что такое ощущение, что везде черни. Почему у меня белеет камера? Почему я не вижу четкую картинку? Что у меня с камерой? Ведь я ничего не нажимала. Я даже себя вижу не четко. И не потому, что я не проснулась. Я уже, блядь, проснулась. Я уже вынуждена была проснуться. Мои дорогие, доброго утра, хорошего дня, легкого понедельника. Не будьте. Не будьте такой Соней, как я. Но я очень Соня. Очень-очень-очень. Все, мои дорогие, люблю, целую, обнимаю всех моих подписчиков и гостей канала. Куда? Такая святая Инна. Такая раз и картинка пропала. Взяла камеру, взяла за экран телефона пальцем и пропала картинка. Она же у меня, типа, интеллектуальная. Здравствуйте, Инга Александровна. С первым сентябрём вас. С началом учебного года. Мои четыре информатики. Вот так вот, все мои дорогие. Пока. Целую.